Полетели? И Виталий Грызлов этим пользуется, срубая Константина Сигурда из «Оплату добра». «Оплату добра»? Я по-русски сейчас как говорил, нет. Мы называли их «Мозгосос». «Персик оказался сильнее». «Мстители» не увидели. «Персик» увидел «Мстители». Охереть. Как тебе такое, Станли? Салют, друзья. Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, посвященном ИСБ. Недавно алгоритмы Ютуба подкинули мне замечательное видео от Юрия Спиридонова. Я сегодня буду использовать кадры из него, а также обязательно оставлю ссылку в описании, ну и вот прямо здесь вылезет подсказка. Кстати, если кто-то до сих пор не подписан на канал Диди Юра, обязательно подпишитесь. У него там 10-летняя хроника российского ИСБ, у него есть видео со всех крупных российских турниров из «Битв наций». Там, знаете, есть видео с «Рекона», с «Отборочных», с «Динамо», с разных турниров «Донжона», с турниров «ВМФЦ». Короче, очень много боев. Сотни, а может быть даже тысячи видео. Мы сейчас проверили, 5,5 тысяч видосов. Извините, отвлекся. Итак, Ютуб подкинул мне 15-минутный хайлайт с «Кубка Динамо» 2012 года. И знаете что? Это было круто. Взглянув на ролик из прошлого, я понял, какой большой прогресс мы проделали. Но в то же время я обратил внимание, что мы потеряли в зрелищности. В первую очередь это связано, конечно, с безопасностью. Очень многие вещи стали просто запрещены с того времени. Мы ходили по очень тонкому льду. Но, черт возьми, мы ходили по нему красиво. Я ни в коем случае не хочу скатиться в нытье, типа «раньше было лучше, потому что раньше». Поэтому я вас прошу в комментариях высказать свое мнение после просмотра этого видео. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Я прав? И раньше действительно было более зрелищно? Или я просто ною? В 2012 году «Кубок Динамо» не имел современного размаха. Бои проходили в старом зале спортивного центра «Эскалибур». В одном из прошлых роликов я говорил, что тогда разрыв между командами не был настолько значительным. И принимало участие, подавало заявки на турнир достаточно много команд. Вот и в этом турнире, судя по хайлайту, принимало участие аж 13 команд. «Медвежья 5», «Рывок», «Западная башня», «Персик», «Феникс», «Оплот добра», «Мстители», «Шурухань», «Пулемет», «Пентагон», «Партизан», «Привет», «Машмет». Это сейчас «Динамо» — крупное международное событие. В 2012 году турнир еще не обрел культового статуса и был преимущественно внутренним, российским. Иностранными гостями в лучшем случае были команды из Украины или Беларуси. Так и в этот раз на 12 российских команд приходилась одна иностранная — «Шурухань» из Украины. Бросается в глаза, что почти 10 лет назад клуб «Берн» уже был самым многочисленным. Пять команд из 13 сражаются в его цветах. Это «Партизан», «Персик», «Привет», «Пулемет» и «Медвежья 5». Тогда была странная особенность называть берновские команды на букву «П». Вообще без понятия, почему. Надо, кстати, как-нибудь у Димона спросить, может, в интервью. Кроме «Медвежьей 5» получается. Хотя, если считать, что определяющее слово — это 5, ну тогда типа да, в рамках правил. Из группа вышли «Медвежья 5», «Западная башня» и «Персик». Из группы «Б» — «Оплот добра», «Шурухань» и «Мстители». Из группы «С» — «Пентагон» и «Партизан». И вот теперь давайте внимательно рассмотрим бои стадии плей-офф. В первом бою четвертьфинальной стадии встретились «Персик» и «Мстители». Тем, кто недавно следит за боями ИСБ, станет непонятно, почему бойцы не держатся за борта. Такова старая школа. До схемы 2-1-2 еще не догадались, и бойцы просто сходили в центре аресталища и рубились грудь в грудь. Кстати, обратите внимание, аресталище было тогда заметно ниже, и переваливание человека за борт было эффективным популярным приемом. И еще. Если вам показалось, что вы видели на аресталище человека с открытым лицом, то вам не показалось. Алексей Попов и правда дерется в шапеле с открытым лицом. В шапеле с открытым лицом. Там мечи летают, эллибарды всякие. В шапеле с открытым лицом. Б. Безопасность. «Персик» оказался сильнее. «Мстители» не вытянули. Счет по раундам 2-0. Следующий бой. «Медвежья 5» против «Оплота добра». Бой начинается вязко по меркам того времени, но в борьбе около аресталища бойцы «Пяде» оказываются сильнее и забирают первый раунд. Кстати, обратите внимание, в 2012 году бить под колено еще не запрещалось, и Виталий Грызлов пользуется этим, срубая Константина Сигурда из «Оплота добра». Второй раунд. Ударом ноги в прыжке я сношу бойца «Медвежьи пяди». Я тогда часто так делал, но сейчас все жмутся к борту, и такая возможность складывается уже редко. Как бы то ни было, в этом раунде преимущество на стороне «Оплота добра», и мы забиваем в углу Александра Никитина, который, тем не менее, стойко держит удары. Третий раунд. Я снова летаю, но теперь уже не так эффективно, и, тем не менее, «Оплот добра» уверенно побеждает «Медвежьи пять». Неплохо, да? Дальше бой украинской команды «Шарухань» против тогда уже легендарного «Партизана». Бой начинается ярко, динамично, однако ни одна из команд не получает преимущества. Украинцы очень много маневрируют, что, безусловно, неудобно для бойцов-партизанов. В итоге все скатывается в нистовую рубку к ларесталищу, но все равно она выглядит иначе, не так, как сейчас. Или мне кажется? Обратите внимание, чем вооружены некоторые бойцы «Шарухани». Это что, «Ятаган»? Нет, это скорее древнегреческая «Махайра». Древнегреческая «Махайра». Знаете, почему исторический комитет допустил ее? Потому что его еще не было. Первый раунд не без труда забирает украинская команда. Второй раунд. Бенефис Артема Горюнова. Когда ты сражаешься в доспехах, ты готов ко многому, но не к удару ногой в лицо. Фронткик в лицо. Как вам? И сразу мастерский уклон. В итоге бойцы остаются один на один. Что, кстати, Артему Горюнову не очевидно. Он беспечно удаляется, пропускает атаку сзади. Тем не менее, мастер есть мастер, и боец Шарухани улетает через борт. Третий раунд тоже забирают партизан. Победа команда партизан. Последний бой четвертьфинала. Пентагон и Западная башня. Западная башня пока еще преимущественно одета в русские доспехи. И котты у них непривычного сейчас черного цвета, а песочного. В бою много маневров, много совместных падений, и из этой суматохи Западная башня выходит победителем. Второй раунд точно такой же, но теперь везет Пентагону. Третий раунд. Видно, что искусство командной борьбы еще только зарождается. Многие бойцы разбиваются на пары и часто падают вместе. Однако Артем Саванович из своего единоборства выходит победителем, и вместе с ним Западная башня проходит дальше. В первом полуфинале встречается Персик и Оплот Добра. Как я говорил в ролике про историю команды Старые Друзья, эти две команды часто встречались на ресталище, и в тот раз повезло Персику. Однако это не было просто. Посмотрите, вот здесь Анатолий Панков выбрасывает за борт Ивана Боровикова. А вот тут обратите внимание на стильный, олдскульный удары головой от Олега Сыркина. И опять Олег Сыркин. Роман Барнас раскручивает его, и казалось бы, Олег должен улететь. Но локальная гравитационная аномалия, очевидно, помогает ему, и Олег остается на ногах. А вот здесь Артем не устроив сносит меня. Помню, он мне еще тогда что-то обидное сказал, не зевай или типа того. В общем, Персик проходит дальше. Второй полуфинал. Партизаны Западная башня. Партизан верит в свой фронткик и начинает атаки с него. Оппонент тоже верит, ведется и получает удар фальшоном. Вот как торпеда Артем влетает ногой в оппонента. И позже повторяет этот же полет, но уже влетает коленом. В том бою Западная башня проиграла. Мне кажется, в том числе потому, что тогда парни предпочитали русские доспехи, которые не очень хорошо держат удар. Партизаны всегда были очень бьющей командой. На видео видно, как сильно и много бьют парней из Берна. Уже тогда была традиция, что топовые команды Берна не сражаются друг против друга. И поэтому последним боем на этом видео является бой за третье место. Оплот Добра против Западной башни. Это уже конец дня и все очень сильно вымотаны. Да и уровень команд очень близкий. Поэтому весь бой это в основном возня около Ресталища. Но даже это возня около Ресталища, на мой взгляд, выглядит зрелищнее, чем то, что происходит сейчас. В итоге победа за Оплотом Добра и Оплот Добра получает третье место. Места распределились так. Первое место Партизан. Второе Персик. Третье Оплот Добра. Но это было давно и это уже не важно. Классный ролик лишь напомнил о том, насколько по-другому это выглядело. Но поэтому в конце я хочу попытаться понять, почему именно так сильно поменялся рисунок боя. Вот мой список факторов, повлиявших на зрелищность. Во-первых, очень многие зоны стали запретными. Поначалу о безопасности никто особо сильно не задумывался. Можно было бить под колено, можно было бить по шее, можно было сзади прыгать в колено. Я все это делал, не задумываясь о последствиях. Я всегда был меньше оппонентов и правила, допускающие всю эту жесть, уравнивали шансы карликов и гигантов. Во-вторых, допуск. Он был минимальным. Важно, чтобы у тебя был доспех, а какой он, дело уже десятое. И поэтому многие бойцы выходили в ресталище в доспехе самоубийц. Или в броне тысячи щелей, как сказал бы Алексей Найдеров. Если вы обратите внимание, на этом турнире я сражаюсь с очень легким мечом. По современным регламентам, он не был бы даже допущен к участию в кубке донжона. По сути, это турнирный меч. Но им гораздо удобнее бить под колено или в щели между элементами доспехов. Кроме того, допускали любое оружие. Про древнегреческую махайру я уже сказал. Также часто можно было в бою видеть фальшионы или алибарды с клювом. Мы называли их мозгососы. В общем, допускали очень много неприятного оружия. Слушай, ну мы же тогда вообще все еще играли в реконструкцию. Поэтому, когда у противников появились мозгососы, мы долго думали, что сделать. И нашли у Горелика такой очень злой топор, который мы называли Каратель-2. Ну была версия Карателя, она что-то не зашла. Вот Каратель-2 был вообще идеальным мозгососом. Люди страдали эти кричутки. Третье. У команд еще не так много опыта. Еще не выдумано оптимальное построение 2-1-2. По крайней мере, сейчас оно кажется оптимальным. Возможно, мы выдумаем что-то еще. Бойцы сражались на кураже. От этого много маневрировали. И, как следствие, допускали много ошибок. А значит, и возможности для красивых фрагов было больше. Люди неслись, сломя голову и выхватывали удар ногой в лицо. Сейчас такое очень тяжело представить. И последнее. И, пожалуй, наиболее важное. Это ресталище. Оно было другим. Я даже не говорю о том, что оно было не суперпрочным и часто ломалось. Его только недавно начали делать по-настоящему крепким. Главное отличие в том, что раньше ресталище было ниже. И я думаю, что это фактор, который наибольшим образом повлиял на зрелищность. Только с появлением действительно высокого борта появился смысл сжаться к нему. Бойцы стараются не отпускать спасительный борт, как плохие пловцы. А я понимаю, о чем я говорю. Я сам очень паршивый пловец. Передвижений стало гораздо меньше. А значит, и работы для забегающих гораздо меньше. Снести с ног человека, который обнимает борт, гораздо сложнее. В итоге борьба около ресталища стала зрелищем для гурманов. Для большинства зрителей зрелищем неинтересным и скучным. Вы просто посмотрите, как часто людей перебрасывали через борт. Это был популярный, эффективный и зрелищный прием. Ресталище могло помочь удержать равновесие, но оно не было спасительной гаванью, где можно пассивно отсидеться. Противостояния у ресталища же были яркими, агрессивными и динамичными. Еще хочется сказать за всех карликов и дрожжей в нашем спорте. Низкое ресталище все-таки уравнивает шансы. И в борьбе против высокого оппонента невысокий боец может это ресталище использовать и как минимум попытаться перебросить своего оппонента через борт. Нынешний же формат ресталища удобен в основном только высоким и сильным бойцам. Низкорослым легковесом там делать нечего. В общем, изменение высоты ресталища я считаю фактором, наиболее влияющим на зрелищность. Все остальное это в основном про безопасность, и оно очевидно правильное. А вот что не так было с ресталищем, лично мне не до конца понятно. Боялись, что кто-то сломает шею? Ну, там лететь на самом деле не так много, да и подготовленные спортсмены умеют падать. Ну или в крайнем случае с внешней стороны ресталища снизу можно было положить мешки с сеном, ну или что-то другое мягкое. Ладно, на эту тему можно достаточно долго рассуждать. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение на этот счет. Я прав? И СБ действительно раньше был более зрелищным? Или все-таки это просто нытье из серии, что раньше трава была зеленее? Я думаю, что эта тема объемная и требует обсуждения в формате стрима. Приглашу кого-нибудь из организаторов и спросим у него, что скажете. В общем, жду ваших комментариев. На этом все, друзья. Если вам понравилось, жмите лайки, подписывайтесь и не забывайте жать колокольчики. Пока. В 2012 году, в 2012 году, опять началось, но хоть это не в 2014. В 2014. Окей. Я обязательно оставлю с описан... Вот это вот все я оставлю. Много маневров, много падений, совместной борьбы. И я забыл текст. Где-то в Германии тоже у меня сломался меч. Я взял карателю, блин, с двух ударов человека убил.